привет друзья я кусту анастасия и у нас с вами продолжается 5 сезон не вредный совет практику привет всем привет а напишите как меня слышно видно отлично да надеюсь что у нас с вами был перерыв в одну неделю надеюсь что за эту неделю она пошла на пользу хотя обычно все просят перерыв давайте перерыв там или но он был по моей причине но я имею ввиду что мы не успеваем вот а потом этот перерыв получается и вроде как все об мы такие уже расслабились и забываем как дальше делать так слышно видно да леночка привет всем привет хорошо видно и слышно всем привет вот очень очень рада вот еще раз для тех кто не знает что у нас тут происходит мы на пятом сезоне изучаем определенные шаги пути художника в котором мы самоопределяемся где мы находимся в творческой реальности в текущий момент и понимаем как нам идти к собственному стилю как нам идти какими шагами в дальнейшем к развитию вот если вам интересные уроки по акварели то вы можете их найти на youtube канале собственно их там много бесплатных вот а в этом сезоне мы не учимся рисовать мы учимся что же нам делать то с этим рисованием которые у нас получается которое мы холим лелеем вот и любим и как его презентовать вот соответственно в кто будет смотреть на ю тубе в описании будет ссылочка на нашу telegram группу и в этой telegram группе это свободная группа там уже почти 400 человек и в этой группе все занимаются ну кто-то только подглядывает а кто-то выкладывает свои находки в общем то в любом случае это очень поддерживающе и на примере других можно посмотреть какие-то моменты свои или поделиться своими для кого очень важно делиться это все свободно собственно как раз 3d за по первому второму третьему руку сегодня у нас с вами такой завершающий урок этой части 1 потому что дальше будут уроки связанные с продвижением с участием выставках в open call их и так далее там подобное и я понимаю что возможно часть участников у нас отвалится потому что надо сначала решить что мы рисуем вот и вот те кто еще не определились то первые четыре серии будут очень важны сегодня мы с вами все это воедино объединим будет такой возможно будут инсайты так что в целом буду очень рада если вы напишите свои комментарии свои какие-то находки то что вам это помогло или где вы застряли это все очень важно и интересно вот и мне как преподавателю в том числе так что для начала хочу сказать еще до такой важный момент и мы переключимся уже на мою с моей говорящей головы тем не менее мне приятно всех вас видеть вот я хочу сказать что вообще никто не может вас еще раз давайте так современное искусство это добровольный выбор и быть художником рисующим и создающим что-то в современном искусстве не в академическом это совершенно свободный выбор но мы сегодня будем говорить о том как важно понять где мы находимся в этом пространстве для того чтобы максимально почувствовать удовлетворение от процесса от результата потому что часто от того что мы не понимаем где мы мы чувствуем что мы там не нужны чувствуем какое-то ощущение что мы куда-то не туда пришли или на нас как-то не так смотрят так вот это определение вот в этом творческом пространстве очень будет важно но мы с вами немного все структурируем так что сегодня возможно не очень долгий выпуск как раз всех жду чтобы все присоединялись потому что мне тоже очень приятно когда я вещаю с обратной связью и когда я вижу что есть активность вот потому что как я уже говорила я сама это все знаю поэтому здесь данном случае я это делаю для вас вот добрый день итак переключаюсь надеюсь что все будет хорошо в очередной раз все сейчас настроиться для работы немножко если что будем все двигать у нас тут вообще свободно в этом плане так резинка для волос мне понадобится итак у нас с вами на текущий момент организовано несколько то есть в нашем большом блокноте есть большая общая информация и есть вот такие отдельные до страницы которым мы обращаемся периодически и они нам помогают вообще понять что же где же мы находимся вот к этому мы возвращаемся так сейчас одну минутку провод просто все поэтому здесь у нас до вопросы к себе как художнику мы о них говорили мы даже их тут продолжали путь и сфера и пространство мы к этому вернемся вы можете их достать тоже чтобы не забыть и сейчас нам понадобится еще один большой такой лист собственно в итоге по итогам у вас останется ваш секретный блокнот и вот таких базовых три листа которые определяют самые основные мысли ну и конечно же в блокноте там общие идеи которые у вас написано много 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 я надеюсь их вот всем привет рада всех видеть классно очень как-то душевно очень большинство знаю кто сейчас у нас на эфире так что это классно и так до отложу кая пока наш планшет сегодня будут примеры будут очень интересные примеры вот но для начала мы разберемся с классификации давайте здесь я оставлю мне тоже надо немножко настроиться я сегодня поняла что у меня все ручки где-то потерялись и так вот мы с вами здесь разбирали разбирали мы с вами арт среду вот этот вот вот эта область до где находится у нас и реалистичное такое скажем академическое искусство и современное все это является арт среда я специально в предыдущем выпуске вычеркнула рынок потому что вот мы как раз сейчас поговорим об арт рынке потому что арт рынок это немножко про другое арт рынок давайте так мы его обозначим арт рынок это уже про галереи про различные ярмарки так далее я бы разделила все таки арт рынок на институциональной институции попробую другую ручку институциональной может быть она лучше сегодня все закончилось и так скажем продажи до продажи почему это важно потому что институциональные это как раз что такое институции это галереи галереи профессиональные не галереи так скажем для продаж ну то есть они могут быть здесь тоже и здесь и здесь но по большей части да скажем так это галереи музеи там выставочный комплекс и так далее то есть задача попасть ну галереи в том числе международные в том числе международные музеи как правило резиденции здесь же да у нас то есть это то что напрямую не связано с непосредственными продажами ваших работ как художника и но тем не менее это как правило две разных два разных типа карьеры я не могу об этом не поговорить и мы к этому еще вернемся просто сейчас будет понятнее что же нам в этом арт рынке делать и где мы продажи это уже несколько другое то есть продажи здесь могут быть все что угодно то есть это могут быть магазины шоурумы ярмарки частные галереи то есть мы здесь говорим о галереях такого более международного уровня то есть частные галереи это все больше про продажи да то есть здесь это могут быть личный сайт соцсети то есть арт рынок как правило подразделяется на два направления и карьера художника ну так скажем что многие художники хотят и здесь быть и здесь я в том числе скажем так а это довольно сложная схема поэтому развитие по продажам развитие институциональное оно всегда немного разделяется то есть скажем так часто если вы там например и мы об этом поговорим в следующих роликах я сейчас только оставлю эту схему вот но хочется сказать что если вы здесь допустим в магазинах шоурумах ярмарках они не всегда там хорошего качества то часто например взаимодействие вы ну нужно выбирать где мы продаем свои работы чтобы потом если мы хотим в институции куда-то в музее чтобы не было что мы там не знаю снимались каких-нибудь неприличных фильмах грубо говоря да то есть это вот очень важно то есть различные так скажем после этого образуются забыла слово прошу прощения репутации ну различные репутационные вещи если вам важно только институционально то как правило там одна карьера здесь другая мы сейчас останавливаться не будем вернемся если у вас есть по этому вопросу пишите а сейчас мы это важно нам для понимания потому что вот этот вот арт рынок он находится вот здесь по большей части арт рынок он в современном искусстве один а и такой же арт рынок в академическом искусстве он другой немножко другой то есть так скажем отличаются да да в целом здесь есть спорные моменты кто-то мне скажет нет арт рынок он общий просто магазины разные ну возможно можно и так сказать что галереи разные но тогда мы просто делим что вот эти и музей музей есть современного искусства и музей есть куда берут академическое классическую живопись резиденции есть современного искусства и туда куда берут более академических художников галереи в том числе международные есть тоже разные продажи магазина шоурумы ярмарки частные и так далее все это тоже есть двух моментов да то есть наших академической части и современной и вот если мы этого не совсем понимаем то мы не туда попадаем и мы сейчас вот к этому придем то есть когда думают что арт рынок он весь вот одинаковый то и получается что ну магазин есть магазин или галерея из галерея а нет не все совсем так то есть давайте мы так напишем что условно дублируется условно условно я всегда делаю поправки нет никаких жестких границ этого но условно чтобы вот легче понимать было дублируется на академический и современный просто мне как всегда обычно прилетает после таких высказываний но на самом деле многие галереи со мной согласны потому что именно из-за непонимания часто художники направляют свои работы в галерею которая занимается современным искусством и они не понимают что допустим их академическое туда не подходит и так и сейчас мы узнав да вот эту вот основную схему немножко перейдем к таким к возврату да к соединению того что у нас было за все наши лекции основные вопросы которые нам нужно пройти я иногда поглядываю так что если у вас есть вопросы пишите но по большей части я рассказываю из себя так значит первый момент первый момент это что создавать то есть мы сейчас с вами такие посмотрели о вот сюда классно бы нам классно бы дальше развиваться там вот все сюда но пока мы не решили вот эти вопросы сюда как бы еще немного рано что создавать для кого создавать и третье где и как продавать ну скажем так продавать можно в зависимости реализовывать где и как подходящее слово то есть продавать это больше про про да вот этот про сюда путь но давайте реализовывать да ну реализовывать как проекты да потому что это может быть вы можете продавать смотрите а может это ваш проект будет институциональный и вы будете реализовывать его за счет там государственных инициатив поставить в центре города например это совсем другое вы не можете например в этом случае не знаю оплатить и поставить да это немного другое решение это другой путь развития поэтому здесь это ну и и вот эти три вопроса мы сегодня с вами будем раскрывать 1 2 3 если что-то непонятно из того что я сегодня говорю обязательно возвращаться и пересмотреть предыдущие лекции значит первое вы если вы очень внимательные то вы заметили что смотрите вопросы к себе как художнику очень близки к вот этим трем пунктам то есть здесь я говорю о том что что для меня важно да что я делаю то есть что создавать второе что я хочу передать зрителю то есть для кого создавать это важно это важно для того чтобы перейти к третьему пункту да но здесь у нас как я могу это передать но по сути да как я могу это реализовать то есть без этих трех пунктов вы всегда себе задаете при вот эти вопросы а предыдущие лекции вы можете посмотреть на моем youtube канале название youtube канала такое же как у меня ник здесь вот так что у меня складывается впечатление что весь мир скатился контемпорари академический уходит на задний план александра я бы не согласилась абсолютно с этим что значит скатился во первых а во вторых смотрите это очень странно я сейчас как бы выскажу свое мнение здесь потому что очень странно мы живем современном мире да и если вы смотрели предыдущие мои серии то знаете что я говорила о том что академическое искусство на протяжении всего времени существовало всегда как и современное просто импрессионисты были современным искусством свое время концептуалисты экспрессионисты кубисты и так далее так далее и это всегда были новые течения отражающие современный мир если этого не будет и мы будем рисовать то что не отражает современность но наверное это странно это очень грустно это очень путь в никуда потому что академическое искусство и так само по себе существует и по поводу того что оно присутствует на рынке естественно присутствует я знаю прекрасных академических художников которые продают свои работы и прекрасно себя в этом ощущают потому что любому художнику найдется свое направление да и найдется своя галерея и так далее то что вопрос что никто этого не изучает и видит только одну сторону медали это очень грустно поэтому я призываю смотреть и все таки я даже с более академическим допустим рисованием свое время тем не менее участвовала на международных и салонах и ярмарках и прекрасно продавала свои работы поэтому рынок он широкий он огромный то что мы его осуждаем как раз не дает нам возможность в этом рынке найти свое место то есть нам кажется что все заняли свободные места и места нам нету но так проблема у нас в голове я может жестко скажу ну правда очень считаю что место есть для всех тем более у нас в россии здесь вообще развито все еще не очень активно поэтому как раз понимание где мы и что мы можем сделать и как мы можем развиться она очень сильно нам помогает а если мы всегда думаем что у других все хорошо у нас плохо то это уже другие вопросы так что создавать вот мы как раз к этому и идем то есть первое давайте мы раскроем первый пункт первое определить свое текущее место в пространстве это прям супер важно свое место да ну текущее на настоящий момент оно может поменяться давайте мы запишем и потом мы разберем каждый из пунктов определить темы которые нравятся нравится то есть первое у нас было с вами в первом уроке кто помнит я просила написать что же вам нравится дальше до вызывают которые нравятся вызывают эмоции чувства во втором уроке мы с вами говорили об этом и далее у нас что это волнуют волнуют идеями до волнуют смыслами через смыслы это у нас был третий урок то есть по сути мы с вами на трех этапах живем то есть от самого простого я люблю дальше до сложных эмоций и чувств я не буду повторять все три лекции до предыдущего просто их резюмируем и дальше у нас смысла идеи то есть мы говорим о том что первые нравятся вызывают какие-то эмоции она есть везде на этом пласту вот это у нас пласт эмоций смысл идеи история сюжета прибавляются уже в современном искусстве тем не менее то есть как только вы попадаете во все эти категории вы ну как правило чаще всего уже где-то вот тут находитесь все так определить медиумы для реализации мы сейчас будем говорить с вами о проекте четвертое создать проект это вам прям пошаговый план как развиваться как действовать создать проект из 5 10 работ не из 50 из 5 или 10 как минимум далее у нас это как раз начать заполнять cv портфолио артист statement артист об этом мы будем говорить с вами на 5 лекции сейчас это как раз у нас 5 лекции так на 5 5 лекция здесь мы с вами давайте по пунктам пройдемся на что создавать дальше раскроем для кого создавать и где и как продавать и реализовывать и так определить свое текущее место в пространстве но может поменяться то есть мы сейчас с вами я показываю различные пути вот вы понимаете что вы рисуете картины в больше в современном больше в классическом академическом искусстве прошу прощения то есть ваши работы связаны с мимезисом то есть подражание действительности то есть то что мы видим вокруг дамы это слово с вами выучили именно то что мы видим вокруг а но все равно у нас больше про академическое искусство то есть есть пересечения как мы здесь говорим точные не точные но тем не менее то есть понимаем поле леса так далее к примеру значит вы поняли что вы здесь это круто нету плохого или хорошего нету правильного или неправильного со всеми нами все хорошо все нормально именно понимание где мы находимся помогает нам двигаться дальше получать удовлетворение еще да понимаем но это во всех вообще это жизненное правило то есть понимание где ты находишься помогает тебе прийти на важный званный вечер не в купальнике да ну то есть вот как бы понимание где соответствие определенным социальным рамкам значит далее мы определились дальше определили темы которые нравятся вызывают эмоции чувства волнуют через смысл идеи ну это может у вас быть совершенно разным например мы сейчас с вами разберем несколько из таких идей и я подготовила прям большой пласт но допустим сейчас попросту сначала просто пройдемся то есть возможно вам нравится рисовать животных животных потому что они у вас вызывают такое приятное ощущение вы любите собак примеру и здесь вы останавливаетесь нам нравятся эмоции чувства вы можете подумать а как же еще и смысл идеи возможно вы сделаете серию работ которая реализует например то что собаки они очень много брошенных животных как важно то есть уже есть проблематика как важно заботиться о животных как важно не не ранить их возможно вы начнете думать над этим смыслом я пытаюсь сейчас вот вам показать как нужно какой образ мысли должен происходить то есть от темы животных вы можете на этом ограничиться это будут эмоции чувства дальше вы сделаете медиум например в акварели в масле создадите проекты из 50 работ в которых просто нарисуете морды различных собачек или различных собачек их как-то визуал и дальше отправите на выставку заполните свое cv портфолио отправите на выставку академического искусства которых очень много акварельных выставок таких просто масса все то есть это вот прям дальше перейдете ко второму пункту возможно вы про тех же я сейчас просто беру из головы подумайте что вас волнует тема брошенности животных вас волнует то что они остались одни и возможно вы решите выйти из медиума живописного и допустим вылепите из из керамики поводки да или памятные какие-то моменты я прям придумываю на ходу просто чтобы вы поняли смысл какие-то моменты как которые показывают что животное ушло да она убежала или например его бросили оставили да то есть вот эти вот какие-то моменты которые уже животного нету но допустим поводок остался тогда можно проблематику вот эту раскрыть и вы видите что медиум уже нужен как мы говорили в третьем уроке не только живописный возможно возможно будут какие-то картинки но возможно будет уже скульптура до возможно будет скульптура и вы создаете проект из 50 работ и уже с этой проблематикой идете дальше и возможно уже направляете куда-то в современное искусство смотрите опять же есть галереи которые работают вот с этим пограничным слоем есть те кто кому нужно более концептуальное да кому нужны больше да концепты смысла идеи кому то меньше тем не менее вы уже понимаете что возможно с такой интерпретацией через объем в академическом вас не сильно примут ну я вам к примеру и вот сейчас я как раз разберу очень важный пример информации много поэтому потерпите но тем не менее я стараюсь максимально структурно как только возможно это все вам передавать и мы сейчас как раз разберем как работать с вот этим моментом определить свое определить свое текущее место пространстве скажем так нет мы сейчас разберем второе по первому еще хочу сказать что вы сами определяете где вы находитесь вот был вопрос на одной из лекций у меня а я не знаю но вот я вроде рисую академической вроде вот я еще есть смыслы а где я здесь нахожусь никто вам не определит снаружи где вы точно находитесь да вы можете вот как раз методом проб и ошибок то есть тем что вы подаетесь на какие-то выставки а вас не берут там допустим понимать что возможно вы сюда не очень подходите но тем не менее это не значит что вы совсем туда да не подходите это очень субъективно поэтому вы определяете свое место в пространстве где вы сейчас старайтесь ну чуть чуть больше объективности к себе проявлять и тогда вам легче чем точнее вы определите тем легче вам будет понимать куда куда вы направите свое искусство ну сейчас к примеру то есть я понимаю что я уже где-то какие-то мои работы они не являются академическими и не совсем концептуальные так чтобы попадать в такие галереи которые занимаются сугубо концепцией поэтому я туда не подаю заявки просто не подаю потому что если я подам в очень концептуальные галереи но мне скажут ну до свидания вы нам не подходите это не значит что мое искусство плохое это значит что я просто неправильно определила свое место в пространстве и направила свое творчество не туда это супер важно иногда помогают ну какие-то старшие коллеги не знаю но очень важно вот эту свою внутреннюю опору формировать самому то есть понимать где я где я нахожусь вот это это база в жизни чем точнее вы определите где вы находитесь тем эффективнее ваши действия будут как правило мы бьемся не в те стены не точнее там где нет дверей или не в те где мы есть а вот теперь вот с определением тем это прям вот я бы даже я не знаю еще здесь восклицательных знаков много это очень очень хороший сейчас я вам даю метод простой хороший поможет для тех кто работает для тех кто мыслит более структурно для тех кто умеет формулировать мысли я знаю что есть разные типы людей прекрасно понимаю что кто-то работает с медиумом чувственно то есть взаимодействуя с материалом у него начинают появляться идеи и он начинает их раскрывать так тоже может быть тем не менее большинство на мой взгляд сейчас людей ну такой мир что не всегда нам не всегда мы успеваем сесть за материал в тот момент когда у нас есть на это потребность и мы начинаем записывать я всех призываю записывать об этом я уже говорила так вот например я пишу просто я пишу вот мои мысли да вот мои мысли мне нравится тема света свет и тень да я взяла самые простые темы чтобы раскрывать магию я пишу мне нравится что же у меня с карандашами нравится тема света и тени меня завораживает ну давайте она меня завораживает да я испытываю счастье то есть я просто пишу дневник счастье когда вижу свет сердце замирает также мне нравится прям примитивно я пишу примитивно вы можете сложнее писать я просто хочу показать как от примитивного мне нравится наблюдать за формами теней такое тоже может быть да и как свет как свет меняет предметы вокруг меня то есть я просто взяла выгрузила свои мысли из моей головы все выгрузила я больше ничего здесь мне здесь не нужно это то что вы должны были сделать за 1 2 3 урок то есть здесь у нас есть тема нравится здесь есть эмоции да ну допустим здесь нет концепта поэтому я и не хочу вас сейчас как бы в концепт сильно погружать но я начинаю думать об этом да немножко и возможно я начинаю думать уже больше концептуально то есть для тех кто хочет поэтому здесь звездочка то есть если концепта нету вот этого достаточно но возможно есть до концепт концепт я думаю свет заполняющий пространство и здесь может быть свет и пространство свет и цвет то есть это исследование да мы с вами в прошлых уроках уже даже смотрели художников которые исследуют это то есть это уже исследование да он здесь вот исследование а теперь я беру маркер беру маркер какой-нибудь давайте это прям обычный способ анализа значит что я здесь себе выделила мне нравится тема света и тени да свет и тень то есть я уже понимаю что какие это могут быть мои да то есть мои идеи то есть ага освещенный город возможно возможно свет сквозь крону возможно тени на асфальте разных форм уже хорошо допустим оставили это накидываем мысли да я их все записывать не буду вы можете их записывать просто с моих слов я оставлю я здесь только самое важное иначе очень много будет значит меня завораживает завара за prestigious завораживает что это может быть может быть человек остановился и видит и смотрит на свет может быть человек остановился у него какие-то тени форме этого человека потому что он остановился и как будто бы сверху человек один а тень он отбрасывает другую смотрите то есть по сути Давайте так, запишем одну мысль, которой, я думаю, что она важная. То есть современное искусство – это образ мысли. Это образ мысли и чувства. Просто более глубокий. Вы можете это развить. То есть кому-то дается на определенном уровне. Как бы не всем становиться поваром Мишленовского ресторана, как я говорю. Но, по сути, это определенный образ мысли и чувства. То есть я вам сейчас рассказываю тот способ, которым я мыслю. Невозможно этому научить. Просто можно на примерах понять. Значит, я испытываю счастье. Счастье от света и тени. Возможно, это, не знаю, исследование на тему эмоций. И как свет влияет на эмоции через предмет. Это может быть хоть городской пейзаж, хоть счастье, когда ребенок в свету играет с мячиком. Например, эта тема. Ну, смотрите. Счастье, свет и тень. Присутствуют? Присутствуют. Так. Когда вижу свет, сердце замирает. Тоже об этом. То есть вы прям себе подчеркиваете в вашем же тексте, за что можно зацепиться. Мне нравится наблюдать за формами теней. Ага. Я уже об этом говорила. Но, возможно, форма теней – это интересная тема. И ее можно как-то раскрыть. То есть мне нравится свет и тень, но я могу это раскрыть не примитивно через… Ну, свет светит из окна, да? А уже форму тени. Вы сами в себе копаетесь. Нравится, как свет меняет предметы вокруг меня. Вот тоже, что, возможно, цвет предмета меняется. Возможно, свет светит, и предмет приобретает какой-то другой оттенок. Потом вот эти темы. А сейчас мы посмотрим на тех художников. И дальше вы вот это взяли, себе отметили. И дальше мы делаем следующее. Какие художники работают в этом направлении? На самом деле вы можете это делать после. То есть первый пункт – это вы про себя написали. Второй – вы можете, как я хочу реализовывать. Вот эти пункты могут меняться. Ну, например, я начну с художников, потому что как вы хотите реализовывать, я не знаю. Как я хочу реализовать свой проект. Почему говорю, что с художников? Потому что я сейчас, мне проще вам показать на примерах. Но если вы сами вот этим занимаетесь, то вам легче будет написать сначала свои идеи, чтобы, возможно, идеи других авторов вам эти идеи, ну, как бы, ну, не помешали, не сместили немножко. Да? И вот эта тема «Света и тени», да? Давайте мы на нее посмотрим. И посмотрим, какие же художники у нас эту тему рассматривали. Сейчас. Я подготовилась. Очень интересно. Давайте начну с разного. Начну не с… Хотя давайте начну с живописи. С простого. С живописи. Например, да, «Свет и тень». Я буду записывать художников просто в порядке том, в котором я их буду показывать. Значит, возможно, вы хотите исследовать свет. И свет вот на каких-то таких светлых объектах. Очень много света в работах акварелиста Люи. Я считаю его вполне себе современным художником, потому что он на современных выставках точно так же, потому что есть концепция, есть идея, идея вот этого света, легкости, исследования есть. И именно работа его прям наполнена этим воздухом. Люи. Николас Лопес. Ну, я своих запишу. Не могу просто пройти мимо. То есть тоже «Свет и тень». Да? Вот как бы через такую графику, скажем, в акварели, через «Свет и тень» в черно-белом. Тем не менее, если вы посмотрите и поизучаете художника, то вы увидите достаточно много концептуального искусства внутри. Здесь может быть еще там Илья Ебряев многие вспомнят. Я тоже считаю, что абсолютно попадающий под тему света. И очень даже в концепции. Возможно, вот, ну, тут могут разниться мнения, но как минимум прям таким выдающимся современным художником, я считаю его. Значит, вот теперь все-таки пойдем, да, по разным направлениям. У меня просто тут очень много выбрано, и я не хочу все. Давайте молодую художницу напишем. Ну, то есть кто изучает? Вот такая художница Эвери Сингер. Она 87-го года рождения, то есть совсем молодая. И она работает тоже, вот она. Она работает со светом и тенью, но с 3D-моделированием. То есть это работы не в объеме, они написаны на холсте. Вот вы можете это увидеть. Она делает такие разработки в 3D, и тоже это свет. И еще и люди, да. То есть здесь есть и свет, и тень. Я показываю вам, как может вообще свет раскрываться. То есть свет и тень. То есть мы с вами здесь писали, да, разные формы. Меняется форма теней. Как это может быть? Может вот от таких фигур различных. И как преломляется свет и тень. Посмотреть на других художников, поискать. Давайте возьмем скульпторов. Такой прекрасный я рекомендую изучить. Роберт Ирвин. У него есть, ну так скажем, он уже является классиком. И в основном он работает с инсталляциями. И здесь такие самые известные. Это свет и пространство. И в 71-м году была такая прозрачность. Отражение. Свет и пространство. Четыре художника. То есть он выступал среди еще четырех своих коллег. И мы посмотрим с вами вуаль. Черный прямоугольник. 77-го года. Это в Нью-Йорке все происходит. Вот это работа со светом. Художника, да. Так скажем, художника, работающий с инсталляциями. Инсталляции, мы помним, что это предметы в пространстве. Да, определенным образом расположены. Вот таким образом. То есть человек погружается в тьму и свет. То есть работа может быть вот такая. Я показываю вам совершенно разное, как это можно раскрыть. Здесь у меня вот две его работы. Таких три. Вот еще одна его работа. Отдельно прочитаете, если вас тема света, например, интересует. Просто показываю разное. Еще его коллега. Джеймс Таррел. Это где-то 60-е года. У него вот такие работы. Со светом и тенью. В пространствах. То есть я показываю еще раз. Свет. И тема света и тени. Она может быть не обязательно прям примитивная. Через только что-то простое. Понятное. Я показываю, как художники выходят за рамки и работают со светом в пространстве. Так. Еще хочется наших художников. Но это сейчас я перейду. Да, вот еще его работа. Вот. Я, по-моему, здесь просто не сохранила. Одну секунду. Потому что подбирала очень много. Да, вот. Секунду. Японских художников мы сейчас с вами посмотрим. Японская художница. Я просто здесь смотрю, чтобы мне не ошибиться. Так. Это у нас куми-ямашито. То есть мы работаем со светом. Со светом через другие предметы. Вообще это целое направление в искусстве, к которым художники... Это не один, не одна художница, есть очень много художников, работающих в этом направлении. Когда вы видите за счет предметов... Так, это айфон запустил. За счет предметов мы видим тень от человека, да. Они различным образом закреплены на стене. Свет идет справа. И они формируют определенное освещение. Вот таким образом, да. То есть меня завораживают формы теней, меня завораживают предметы. Вот такая работа. То есть очень-очень интересно. То есть такая вот концепция в этом. То есть просто числа и человек из этих чисел, цифр состоящий. Так. Еще один художник. Мы его сюда же запишем. Так. Шигео. Фукуда. Это вообще 87-й год. 1987-й год. Ланч. Называется работа ланч. В мотоциклетном шлеме. Да. То есть вот вы представляете, это вот 87-й год. А мы тут современное искусство. То есть этому уже 30, 30, больше 36 лет, да. Ну вот. Я фамилию художницы, я все записала. Вот. Ямашита. Я все вот эти моменты записываю. Вы можете просмотреть. Я не просто проговариваю, а записываю, чтобы мы не возвращались уже. Вот. Вот так вот, например. То есть это работа со светом. Свет и тень. Нам нравится свет и тень. Мы вышли из плоскости. Мы вышли уже... Не хотим это живописно, да. Но, тем не менее, берем довольно реалистичный, собираем вот в такое. И вы видите, насколько по-разному работают художники. То есть здесь работа тоже со светом, но в отличие от предыдущей коллеги, здесь с плоскостью вот таким образом, да. А здесь с объемом. И изображение на плоскости получается. Вот так. Например, да. Из какого-то там мусора, стаканчиков. Посмотрите, какая тень. То есть работа может быть совершенно-совершенно разная. А вот еще мне нравится. Здесь иероглифы, да, в эту сторону. А здесь рыбки плавают. Очень-очень классно. Есть еще художники наши. И это прям такое тоже целое направление. Это уже искусство через непосредственно свет. Артем Долгополов, роман Панченков. Давайте так запишем. Панченков. Это направление, да, называется фризлайт. Когда художник останавливает свет, то есть движется, это, скажем так, танец. То есть мы рассматриваем тему света, но вот рассматриваем ее в такой концепции. Посмотрите, как это может быть. Это танец. Танцуют, соответственно, с фонариком и образуют определенные, фотографируют это на длинной выдержке. И образуется определенная вот такая уникальная форма. Это уже смесь фото и работы со светом. Я просто хочу, чтобы вы представили, что работа со светом – это не просто нарисовать свет сквозь крону, например. Ну, я просто говорю, что потому что это первая ассоциация, которая попадает. А вот гораздо более сложный. Я хочу еще в этой теме, наверное, коснуться нескольких художников. Наших художников, возможно, вы знаете, с Ксенией Сандеской я делала интервью. Я хочу ее тоже здесь написать. Это вот если мы говорим, что есть, да, современные художники, прям ультрасовременные, совсем я имею в виду. Значит, Евгения Войнар, возможно, вы же тоже знаете ее. Значит, если мы говорим о Ксении, да, например, мы вот здесь вот, например, свет меняет предметы вокруг меня, да, меняет, меняет цвет, меняет ощущения. И мы посмотрим, например, на работы Ксении, насколько ее телесная чувственность в работах, она с другим освещением, с другими цветами, да, другими цветами, непривычными нам, несмотря на то, что есть, мы понимаем, что реалистичные формы. Вот вы понимаете, что необязательно рисовать, если вам не близко, там, не знаю, что-то беспредметное. Вы можете рисовать предметную живопись, вы можете рисовать, но когда есть исследование, когда есть изменение привычного на что-то, уже выходящее за рамки, да, то есть мы выходим за рамки за счет своей мысли, а как было бы, если бы, а как было бы, если бы вот такое было освещение, например. Вот здесь вот работа, это оригинал работы, и я ее перевела, вы представляете, то есть это как бы, это тоже Ксения, потрясающая работа, чувственная, вот здесь вот сердце мы чувствуем оголенное, я ее перевела, то есть это негатив в негативном пространстве нарисовано, то есть в, как бы, если мы отразим, то будет вот, ну, можем еще с цветами поиграть, да, то есть мы видим, насколько уже лицо, а здесь как бы снимок, вот, то есть это вот раскрытие через вот это, а где мы, да, где мы в этом негативном снимке, или мы вот в таком, в зависимости от освещения, как меняется природа человека. У Евгении Войнер тоже я вот нашла работы, у нее вот есть такая серия, которая прям очень классно отражает, здесь как раз работа с негативным пространством в том числе, то есть мы видим героя в таком цветном изображении и негативное пространство за ним, если, допустим, просто перевести, то мы увидим, что все как бы меняется, да, вот. Вот. Это к тому, как вот прям сейчас современные художники работают со светом. Еще один художник Алексей Чернигин, я его тоже здесь запишу. Возможно, вот смотрите, свет и пространство, свет и цвет, возможно, свет и вера, то есть вы можете сюда в концепцию, вдруг вам и вера, то есть это тоже будет концептуализм такой, понимаете, при этом будет реалистичная вполне живопись. Я сейчас вам просто покажу, чтобы вы поняли, о чем я. То есть Алексей Чернигин из Нижнего Новгорода, художник, вот современный мой где-то ровесник плюс-минус. Вот здесь освещение, свет, человек наедине с собой, свечка и так далее, да, то есть мы... Я не буду объяснять смысл картин, потому что это не нужно в искусстве, вы сами посмотрите. Но вот, тем не менее, работа со светом какая, да, свет через вот такие мотивы, возможно, да, то есть мы вот его раскрываем, эту тему. Я просто хочу, вот мы с вами посмотрели разных художников, здесь у нас и инсталляции, да, и работа непосредственно с источниками света, и как бы и с формой, через скульптуру, да, и через фризлайт, то есть когда это танец света, который образует, через искажение света и цвета, да, то есть вот огромное количество, целый спектр, с которым вы можете работать, по сути, то есть выходить за рамки просто понимания, ну, свет и тень, все очень просто, да. Ну, я надеюсь, что вот этот момент, он такой. Сейчас мы еще одну тему также разберем, немножко ее препарируем, потому что я прям готовила для вас такие самые-самые любимые, самые под вопросом стоящие. Потому что когда мне говорят, что, ну, я вот люблю вот вокруг вот это, ну, а как я из этого что-то современное придумаю? Ну, вот так вот, вот видите? Чем вы больше копаетесь в себе, вот в этих чувствах, то есть я пишу, я же это из себя взяла вот сейчас. Я написала, мне нравится тема света и тень, меня завораживает, испытываю то-то, это испытываю, форма мне нравится, меняют предметы, нравятся. Вот, а потом я взяла и посмотрела, а художники-то как с этим работают? И ничего себе там вообще открылось. Ну, прежде всего, можно, конечно, это выгрузить, да, себе, потом подумать, как бы я это реализовала. А вот как вы это реализуете, в этом и есть ваше личное творчество, в этом и есть ваш взгляд. Потому что нельзя, если я только озвучу, как бы это было реализовано, то оно сразу потеряет весь смысл, весь поиск. То есть вы ищете, я просто показываю, какие способы есть, возможно. Так, понятен этот момент, я надеюсь. Так, еще, давайте, такой еще мы восклицательный знак поставим. Так, как вы там? Живо? Подайте голос. Нет, ну 37 человек смотрят. Мне еще стало казаться, что, знаете, первый эфир там смотрело почти больше 80-90 человек. Прям вот в эфире и все. И я там говорила про свои чувства, что нравится. А когда пошло обучение, когда пошла реально полезная информация, у нас все соскочили. Вот, и часто, и хотя бы, если вы пишете, поставьте лайк, сердечко, поставьте комментарий. Это будет очень приятно, потому что это бесплатные эфиры, и просто хочется, чтобы какая-то обратная связь была. Потому что первый эфир прям супер много смотрела. А потом, ну, я понимаю, что в психологии нашей человеческой, когда уже, ой, сложно, это надо копаться, это надо разбираться. Что-то я не хочу. Вот, ну вот, к сожалению. Все, суперинтересно. Спасибо, спасибо. Понятно, доходчиво, да, вопросов нет. Тем не менее, ищите вопросы, потому что если нет вопросов, это плохо. Это плохо. Значит, давайте такую тему. Красота вокруг меня. Красота вокруг меня. Я уже, мне кажется, буду ненавидеть слово красота вокруг меня. Ну, допустим, на эту тему я подумаю так. Я восхищаюсь природой. То есть я пишу сочинение сначала, да, как первый, второй, третий урок мы с вами. Я восхищаюсь. То есть что мне нравится природой? Ее формами. Дальше я начинаю, ну, туда куда-то углубляться. Я писала из себя, поэтому у вас может получиться по-другому. Еще с детства. Меня завораживало. Мне нравилось быть в деревне, допустим. Давайте так. Я любила, когда моя бабушка распахивала окно в нашем деревянном доме. И внутрь врывался весь спектр запахов, бабочки, ну и прочее. То есть я просто вот сейчас пишу сочинение на тему. То есть я пишу, что мне нравится, что мне откликается, что меня трогает, где моя душа. Вот когда мне пишут после эфиров, что я не знаю, что мне нравится, ищите. У любого человека есть то, что вам нравится. И я хочу здесь еще, например, вариацию здесь делать. Значит, если концептуально об этом думать, да, мы с вами. Идея, да, у нас где? Идея у нас. Тема памяти. Тема памяти. То есть здесь помимо красоты, да, всегда есть какая-то... Сейчас мы еще здесь запишем. Тема экологии. То есть я хочу сохранить эту красоту. Я хочу... Какая-то передача между поколениями того, что я чувствую. То есть для меня вот красота – это воспоминание о деревне, да. Ну, я просто, к примеру, ну, природа, лес, дом деревянный. И здесь есть много вот этих вот тем, да. Допустим, экология здесь может быть так, что я переживаю, что природу разрушают. На месте прекрасных лесов. На месте. Образуются, остаются пни. Пни. Загрязнение происходит. Животные убегают. Вот. И пошли, взяли маркер и погнали. Значит, я восхищаюсь природой, ее формами. Так, формы природы. Какие они могут быть? Ага. Форма леса, форма деревьев. Возможно, исследование на тему... Я не шучу. От самого простого, как будто по природоведению. Исследование деревьев вашей полосы, уникальных растений, уникальных форм, форм коры, форм микроорганизмов. Да? Природа, ее формы. Ну, вот здесь все. Давайте даже так. Вот здесь вот, да? Исследование микромира. Макромира. То есть здесь очень много чего может быть. С детства. Тема детства. Да? Тема памяти. Давайте. Тема детства. Жить в деревне. Деревня. Тема того, как деревню, ну, разрушают, возможно. Возможно, вот как раз вот это деревенский быт. Сохранение предметов уникальных деревни, да? Чтобы мы посмотрели на этот предмет, и у нас как будто бы сразу и запахи, и вкусы, и все на свете, да? Родилось. Это же тоже искусство. Значит, бабушка распахивала летом окно, да? Вот это вот какое-то окно. Деревянный дом. Спектр запахов. Бабочки. Как я могу это представить, да? Здесь, например, давайте другое возьмем. Природу разрушают. На месте прекрасных лесов остаются пни, загрязнения. Животные бегут. Вот у вас в вашем же тексте миллион зацепок за то, чтобы, ну, то есть миллион моментов, за которые можно зацепиться и дальше их развивать. То есть подумать. Вы же сами это пишете. Это не просто какое-то. Вы пишете свои чувства. А потом через это начинаете думать. А как я это могу раскрыть? Что здесь у нас есть? Вот мы как раз на Алексея Чернигине остановились. И я здесь его продолжу творчество, да. Я просто вчера как раз в нашем общем чате его вспоминала. И благодаря как бы этому решила его к этой лекции присоединить. Художников на самом деле очень много. Просто какие-то всплывают в памяти больше. И я их упоминаю. Какие-то меньше. И я как бы про них меньше говорю. То есть это не значит, что я, опять же, я делаю какой-то срез, правильно? Вот смотрите. Красота вокруг меня. Тема детства. Очень круто. Через солнечные зайчики. Вот представьте такую картину на выставке. А представьте, если мы ее еще объединим со светом, например, из предыдущей. Из предыдущего вот разбора. То есть если вы сделаете солнечные зайчики на стене вашей галереи, вашего пространства. Это будет целая художественная такая работа, в которой вы не просто нарисовали это на картине, а еще и создали этих зайчиков от солнечного света, допустим, на стенах вот этого пространства, где есть эта работа, представляете? Ну вот, к примеру, то есть я вам сейчас показываю образ мысли. Образ мысли. То есть выходить за рамки холста, представить, а как бы это еще было бы вот здесь. Как это можно? Не обязательно, что вы будете этим пользоваться. Просто чуть шире. То есть как вы зрителю передадите вот эту радость от солнечных зайчиков, возможно, через тему детства. Вот так. Потом вот тема юности больше, не детства. Вот. Это практически то, что я ощущала, когда, допустим, писала этот текст. То есть я бегу, тут поле, там, не знаю, бабушка распахнула окно, встречает меня. Я могу здесь представить маленькую девочку меня, распахнутое окно, и это очень трогательный сюжет. Если вы его, например, в живописи сделаете, плюс добавите, например, к этому сюжету еще, возможно, каких-то предметов, связанных с исследованием этого дома, вы раскроете тему гораздо более полно. Понимаете, о чем я и говорю? Далее. Скульптор. Да, мы с вами здесь и живопись, и скульптуру. Все смотрим. Надежда Лихогруд. Мне нравится, как она сама говорит о своих работах, что ее работы – это засвеченный снимок из детства. Ну, не все, а вот… Вот, это скульптуры. То есть и через скульптуры, да, через вот это вот, как будто бы даже они такие… Уже время, да, какое-то прошло, то есть они как будто бы не созданы вот вчера, да, и в них есть вот эта такая невероятная трогательность. То есть тема детства, вот просто как ее можно раскрывать. У меня в институте дипломная работа была на тему детства, так как в то время у меня были маленькие дети. Сейчас они уже подросли, пора написать продолжение. Давно об этом думаю. Вот прекрасно. То есть даже в академическом образовании всегда к этому идут. Но почему-то часто художники-самоучки, взрослые, считают, что этого нигде не было. И вот опять. И все мои лекции этого сезона показывают то, что давайте будем изучать искусство, давайте будем смотреть, потому что просто взял, просто ни о чем не думая написал. Но, к сожалению, тогда не нужно рассчитывать, что дальше это откликнется, что-то обретет. Потому что действительно все искусство, оно через внутренние переживания, через какие-то ваши эмоции, через состояние. Это то самое ценное, что вы отдаете. Я бы так это назвала. То есть вы отдаете часть себя в этом, создавая что-то такое. Пока вы отдавать ничего не хотите, то искусство тоже не происходит. Так. Давайте здесь я упомяну. Ну, просто если вы не смотрели... Тоже тема памяти, такая более глубокая у Герхарда Рихтера в его таких более молодых работах, да, когда он был юн. Если вы не смотрели фильм «Работа без авторства», обязательно посмотрите. Просто как пример, да, его работа там с черно-белой фотографией. У него есть... Я просто там эту взяла, но есть и другие. То есть это женщины, есть его какие-то с его няней работы. Ну, вот, в общем-то, очень трогательная такая обработка. То есть это живопись, но которая взята из фотографий. Сейчас уже, я думаю, делать так неактуально, потому что сделали до, но тем не менее работа с фото все равно присутствует. Иногда это может быть впрямую работа с фотографиями, калаши с фотографий. И такие работы я тоже видела на выставках современного искусства сейчас, когда это калаши с фотографий, знаете, в зеркале. Вот как бабушка делала, вот в моем старом доме так было. То есть когда на зеркале в комнате вот эти фотографии заткнуты вот так вот в края. И в этом очень много искренности. Вот. Допустим, такой художник Сидни Смит, это художник тоже прям современный, иллюстрирует детские книжки. И здесь очень много вот этих каких-то... Посмотрите, как раскрыта вот эта тема детства. Маленький, но большой. Какие-то вот... Вот как раз, вот я не знаю, там с бабушкой. Ну то есть вот через образы. Ведь совершенно не значит, что вы должны рисовать реалистичное искусство. Кто сказал? Вот. Рисуйте то, что считаете, считаете нужным. Так. Да, фильм супер. Допустим, дальше, да, у нас... Давайте еще. Мне очень нравится этот художник. Он на самом деле во всех... Леонид Тишков. На самом деле, то есть 53-го года рождения, то есть, чтобы вы понимали, он во всех, в разных направлениях раскрывал свое творчество. Посмотрите его обязательно как... Ну, пример, наверное, такой очень хороший пример, как через различные медиумы направления человек раскрывал свою идею, не привязываясь к тому, что я должен создать какой-то один стиль и все, и штамповать свои работы до скончания веков. Стиль, он, друзья, не в том, чтобы создавать копии-копии. Стиль в том, чтобы, возможно, стиль заключается в той теме, которую вы исследуете. А исследовать вы можете ее совершенно по-разному. Да и, в конце концов, вы имеете право этот стиль менять. Так. И у Леонида Тишкова, да, есть такие работы, да, когда на Луну, да, такая. И я думаю, что вот эту работу вы знаете все. Вот. Это просто одна из самых известных его работ. Это тоже такая работа с памятью, со светом, с природой. И здесь я его тоже могла бы и в ту, и в ту категорию, ну, в этот разбор и в тот. Но у него также есть и вот такая работа, да, где вот вязаные. Это фартук был. То есть что-то здесь было, из каких-то предметов создан вот такой. Посмотрите, его творчество более глубоко. Вообще, видите, насколько... То есть это может быть аудиосаунд. То есть вы что-то будете слышать здесь, надевая наушники. Одновременно видеть, одновременно ощущать. Это может быть совершенно разное раскрытие той темы, которая вам нравится. И еще одного художника. На самом деле здесь, ну, такая тема. Илья Кабаков, один из самых известных российских художников. Вообще, его работа с жуком, да, она ушла за почти 6 миллионов долларов в 2008 году. Я рекомендую, здесь спорно, наверное, его брать в этой теме. Но просто для того, чтобы вы представляли. Здесь есть такое тоже отсылка немного к детству. Есть детский стишок, есть жук. И я хочу, чтобы вы уже отдельно про Кабакова прочитали. Потому что если мы изучаем современное искусство, Илья Кабаков, ну, про него нужно отдельно знать. И также вот было исследование у него, где лабиринт, альбом моей матери. И здесь такие воспоминания и очень личные работы. Да, очень личные работы. Вообще, вот эта тема памяти, тема красоты, экологии. Я вот сейчас вот разные, с разных сторон на нее смотрю, да. То есть здесь на детство посмотрела, на, возможно, какие-то вот тут у нас И запахи, бабочки, жуки и так далее, да. Возможно, я ребенок. Возможно, да, вот воплощение в картине. Через тоже какую-то игру. В детские игры это могут быть. Это может быть совершенно по-разному раскрыто. Это может быть старые фотографии. Объединение вот этого преемственности, да. То есть совсем-совсем разное. И здесь, допустим, еще вот я тут подобрала, да. Я думаю, эту скульптуру все знают. Вот, например, такое осмысление детства. И здесь есть очень такой момент, что мы в этом детстве как будто бы сами отражаемся. Только уже отражается, мне кажется, что-то такое другое, современное. И ты смотришь на эту матрешку, с которой ты играл, а ты уже взрослый. И матрешка уже большая. В общем, тут есть о чем поразмыслить. Вот, вот работа еще Ольга Мыльцева. Тоже исследование уже памяти через такие образы русского, да. Через кокошник, через платье, через вот такой образ. Где-то еще ее работа здесь была, вот. То есть такие бабушки, женщины, девушки в разных костюмах. И вот эта аутентичность. Вообще, это тема всего вокруг. Я просто действительно искренне не стала вам здесь добавлять формы деревьев. Потому что я думаю, что обычный простой пейзаж, ну, он может быть. Видите, я словами проговорила исследования на тему пород деревьев, красные книги, возможно, еще чего-то. То есть здесь очень может быть много вообще визуальных образов стволов. Вы можете просто тему природы вплетать еще и в вот эти темы. Просто раскрываю, показываю, как другие художники раскрывают. Григорий Масленников есть такой художник. Здесь уже объединение такого концепта, каких-то таких спорных моментов и, собственно, визуала избы. Да, вот оно тоже может быть. Да, тут вот. Где-то изба, где-то панельный дом. Вот. И это Алия Сулейман. Здесь тоже есть такие. Искусство, погруженное в быт, называется эта работа. Здесь уже... Давайте запишу последних. То есть исследование совершенно может быть разное. Видите, от скульптуры, живописи, ну, я не знаю, даже использование вот этих предметов быта, о том, о чем я говорю, фотографии. Все-все-все. И все это может быть вот здесь. Для вас, возможно, я взяла и отталкивалась от себя. Исследование маленькое я сделала от себя. Но, возможно, вот это вот, вы здесь напишите другое. И тогда пойдете в те слова, которые... Я вот здесь как альтернативно написала вам. Да? Вот я в это не ходила. Это слишком много, долго и так далее. В конце концов, часто, когда мы слышим уже решение, так скажем, этой задачи каким-то образом, она спугивает нашу мысль. Поэтому подумайте сами. Поэтому я взяла такие вот темы. Не стала в них копаться глубоко, но, тем не менее, показала направление. Здесь, если, да, эко-тема. Мы чуть-чуть касались ленд-арта в предыдущей лекции, но в целом, да, разрушение природы, пни, да, вот уже остаются пни. А подумать об этом, да, контрасты там, ага, здесь растущие растения, здесь уже загрязнение и так далее. В общем-то, есть где развернуться, если вы это сами захотите делать. Это просто такой, знаете, максимально простой путь осознания своего собственного богатого внутреннего мира, скажем так. Ничего не надо придумывать искусственно. Пишите. Пишите, что вы чувствуете, и берите свои же мысли для исследования темы вашего творчества. Только я вас прошу, не притягивайте за уши, не придумывайте искусственно, думайте. Вот взяли, думайте над какой-то темой, как ее, что вы чувствуете, и раскрывайте ее, как бы вы поделились этим с близкими, со зрителями. Как бы вы это рассказали, чтобы вас поняли. Вот, поэтому здесь вот такие, да, у нас два листа получилось. Так, надеюсь, что это понятно. Так, сейчас полистаю. Была на высотке Кабаковых новой Третьяковки. Мощная память как раз, да, 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 да. Ну, в целом, Кабаков в этом году ушел от нас, поэтому... Настя, когда вы успеваете перелопатить кучу художников, я только с вами начала их узнавать. Спасибо еще раз. Ну, во-первых, я занимаюсь этим последние много лет. Большую часть художников, которых я вам здесь привожу, я их знаю. Какие-то тоже для меня являются новыми в момент поиска и обработки темы. Но по большей части это уже художники, с которыми я работаю. Вот вы же знаете, там, не знаю, вот в вашем инфополе... Смотрите, здесь же очень все просто. Вот в вашем инфополе, пока вы ничего не изучаете, вот в вашем инфополе, там, вы, ваша семья. Потом вы, называется, тут друзья. Вот это ваше информационное поле. Потом вы начинаете узнавать, ага, какие-то художники, сейчас скажем, да, там, художники-блогеры. Ну, вот этих проще найти, да, вот меня, например. Ну, вот я здесь, да, вот, пустого. И еще там акварелисты, допустим, ага. Ну, это вот одно поле, понимаете? А потом есть еще, еще, еще. Вот ребенок, он думает, что все его поле, вообще все информационное, оно вот тут. То есть только где мы заканчиваемся. Чем больше мы растем и изучаем, тем больше мы понимаем безграничность этого мира. И я вам как раз вот здесь показываю, какой огромный космос в этом. И если вы еще чего-то, ну, не изучили, вы просто это не изучили, скажем так. Если вы, вам кажется, что, как это, есть такая, если вы в самой умной комнате, вы не в той комнате, да. Вот, если здесь ничего и все как будто бы закончилось, значит, вы просто чего-то не знаете. Потому что не заканчивается, пространство огромнейшее. Помимо рынка здесь, внутри, то есть есть, во-первых, не только акварелисты, скажем так. И есть художники в разных направлениях. Именно поэтому кустартник не про акварель. Да, я хочу показывать, знакомить вообще сообщество с тем, что здесь нет вот этого ограничения. Это очень узкомысленнее, очень узкое. Сообщество – это прекрасно, это нужно, свое. Но, тем не менее, надо понимать, что, да, помимо всего прочего, есть еще какой-то огромный мир вокруг нас. Да, и вот этот мир, он важный. И мы можем, не надо бороться с соседом, да, можно пойти в другую, в другой город поехать. Вот так и тут. То есть не надо сражаться там, не знаю, с тем, кого вы знаете. Возможно, там вообще в другом городе куча земли и пусто, и можно построить свой дом. Вот приблизительно так же и в искусстве. То есть, а мы как бы видим только вот окружающее пространство, свое маленькое инфополе. И нам кажется, что, ну, все, во-первых, все занято, все плохо, все это. Создавайте, расширяйте свое инфополе за счет знакомств, за счет узнавания. И тогда окажется, что мир огромный, и там вообще-то тоже люди живут, и они вообще столько всего создают классного. Вот. И да, я не готовлюсь, ну, я готовлюсь к лекциям, конкретно структуру ставлю, но я не придумываю что-то перед лекциями. То есть, я делюсь с вами информацией, которую я знаю уже давно много, и как бы мы в этом живем. Так, идем с вами дальше. Вы интересны. Так. Вот тут мы с вами были, да. Раскрывали мы с вами сейчас. Поговорили мы вначале, да. Определить свое текущее место в пространстве. То есть, где мы, чем мы занимаемся. Определить темы, да. Мы вот только что с вами раскрыли прям. Реально метод я вам дала такой простой, но вы можете в нем покопаться. То есть, как из себя же достать то, что вы хотите и исследуете. Дальше. Вы определяете, какими способами вы эту тему раскрываете, реализовываете. Какими? То есть, вам нужна только живопись. Возможно. Возможно, вам нужна живопись, скульптура. Какие-то еще медиумы, да. Мы понимаем, медиум, это вот я на прошлых лекциях говорила, что это такое. Это общеиспользуемое слово. Вот. Дальше. Вы создаете проект из пяти или десяти работ, ну, как минимум, да. То есть, пять работ там должно быть. На эту тему. То есть, вы исследуете. Как вы можете сказать полно, что вы... Ну, это приблизительно так, что я очень начитанный человек. Я прочитала одну книгу, да. Ну, вот, приблизительно так. Вот. Исследовать даже, чтобы сделать какие-то выводы, исследование должно состоять из определенного количества. Уже выборка должна быть. Поэтому должны быть работы. И про вот это мы поговорим на пятой лекции с вами. Так. Идем дальше. Поле непаханное. Как много интересных художников. Конечно, их миллионы. Я не рассказываю... Расскажите о современных художниках Италии. Я не рассказываю конкретное направление конкретных художников. Я просто подбираю по тематике. Здесь вы могли бы увидеть и русских, и американских художников, и японских, и различных вообще. То есть, я подбираю по теме. Если в конкретике в этой теме, допустим, не было какого-то страны, это вообще ничего не значит. Я вообще не делю по странам художников. Это странно. Вот. Значит, дальше. Для кого создавать? Мы с вами, да? Почему это важный момент? Вот здесь сейчас прям напишу. Это прям очень важно. Определить в зависимости от текущего места в пространстве. Пространстве современного искусства. Ну, пространстве искусства, мы понимаем. Пространстве искусства, давайте так. Свою аудиторию. Сейчас поговорим. Сразу напишу ошибки. Неправильное определение себя и, следовательно, своей аудитории приводит. Я уже частично об этом говорила, но это важно. К разочарованию. Это супер важно. То есть, мы определяем, где мы здесь находимся. Вот. К примеру, еще раз. То есть, я рисую в академическом искусстве. И для кого я рисую? Я рисую для тех, кто в этой сфере... То есть, смотрите, я представляю, что, возможно, в этой сфере количество людей большое. Оно больше, чем в современном искусстве. Но, возможно, так как это широкий такой слой людей, то средний чек, как правило, там достаточно низкий. И если я рисую, например, пейзажи, к примеру, да, это классно, я рисую крутые пейзажи. Но подавать их, например, скажем так, подавать на выставке современного искусства, наверное, будет странно. Опять же, это ведет к разочарованию. Второй момент. Если я определяю, что я хочу рисовать пейзажи, и мы поговорим об этом в следующих выпусках. Ну, собственно, я этот пункт все равно здесь оставляю. Если я понимаю, что я хочу рисовать пейзажи, но пейзажи, не знаю, там 3 на 3 метра, и продавать их задорого. Так вот, если я буду, хочу сделать так, то моя целевая аудитория, где она будет находиться? Наверное, если я с этими пейзажами поеду в регионы, это будет, ну, неуважение к людям в первую очередь. Потому что, возможно, у них зарплата 30 тысяч рублей, а я хочу за 300 продать свою работу, да? Мы ставим друг друга в неловкое положение. Так вот, по факту нужно понимать, где я нахожусь, сколько мои работы стоят, чтобы и искать людей, которым, возможно, для кого я рисую, кто мой потенциальный потребитель. И здесь, если я этого не понимаю, то, как правило, и происходит вот это разочарование. Я неоднократно встречала, что у меня знакомые едут на небольшую выставку в регион с работами больше 20 тысяч рублей. Я говорю, а вы, ну, как бы, вот просто объективно. Конечно, возможно, там есть очень богатые люди где-то, но просто это неуважение в том числе. Человеку, может быть, ну, действительно, его вся зарплата такая. А, ну, зачем? Просто зачем? Возможно, есть люди, другая целевая аудитория, которые, не знаю, покупают более, там, я не знаю, у которых нет таких вопросов, и они могут купить эту картину с легкостью. Так, может быть, идти к ним, а не доказывать всем, и своему соседу, и всем вокруг, что это должно стоить там 20 тысяч рублей? И вот этот вот момент, если мы не понимаем, где мы, мы не понимаем, где моя аудитория, для кого я создаю свои картины, то есть все-таки, а для кого я их создаю с точки зрения, вот если у вас уже себестоимость картины, она там 20 тысяч рублей, к примеру, то, наверное, вы не можете ее продать за 5. То, наверное, опять ехать с этой стоимостью туда, где ее не купят, ну, наверное, странно. И это просто ведет к разочарованию. Вот неопределение, где я, это не значит, что хорошо, плохо, я никогда не делаю оценочных характеристик. Это просто факты. То есть факты понимания, где я нахожусь, помогают нам ориентироваться, куда я могу это продать, в том числе, куда я могу реализовать свое искусство. Вот. Возможно, если вы создаете какие-нибудь огромные интерактивные, не знаю, объекты, то тоже будет странно. Они будут, например, выглядеть, если вы поедете в деревню. Да, но вы можете поехать в деревню за крутым исследованием, там, где вы, например, создадите небольшую выставку для людей с тем искусством, которое близко им в этом. То есть это просто очень проразное, в разных местах это располагается. И вот от того, где вы понимаете, для кого вы создаете, с кем вы хотите диалог этот провести, если вы создаете, опять, в обратную сторону, вы создаете концептуальное искусство, сложное. Да, я уже об этом говорила. Ваша, например, бабушка, моя бабушка, там, к примеру, не поймет молекулярную кухню. Сложная. Она скажет, зачем, вон картошка есть, да. И это будет нормально. И если вы с концептуальными смыслами и идеями, что и происходит часто. Понятно, что это такой важный образовательный момент. Но часто как раз и люди, которым, допустим, это не нужно, им нужно просто, чтобы было красиво, просто и так далее. И, в принципе, они не хотят развиваться в сфере, интересоваться этим не хотят. Глубинные смыслы им не нужны. Мы же все очень разные. И мы тут им с глубинными смыслами. А потом разочаровываемся, что нас не понимают. Что мы тут несем вот глубинное, вечное, глубокое. Так надо искать аудиторию, кому это будет откликаться. Это не будет откликаться всем. Я надеюсь, что этот момент понятен. Так, и третье, да, где и как продавать, реализовывать. Мы с этого начнем следующую нашу лекцию в том числе. Но я хочу, да, опять же, вернуться к вот тем важным моментам, которые мы писали в начале. Все зависит от того, да, где, как продавать, реализовывать. Все зависит от того, что вы хотите. Если вы хотите именно развития, развития, да, то это не всегда продажи. Это, возможно, какие-то выставки здесь, институции, это выставки, да, давайте вот так даже. Выставки, галереи, да, то есть вы туда идете для того, чтобы развивать свое портфолио, да, увеличивать его. Если вы просто хотите продавать, можно и там, и там быть, не надо выбирать. Я просто говорю, что это сложнее быть и там, и там, но надо это понимать, и все. Если просто продажи, то это могут быть соцсети, да, сайт ваш, там, ярмарки и прочее. И мы об этом будем говорить в следующих выпусках, в нашем и пятом, и шестом, и седьмом. Да, все вот, все следующие выпуски у нас будут касаться уже, потому что первый пункт мы полностью проговорили. Второй пункт, он, так скажем, ну вот полностью, да, и мы вот идем вот отсюда, уже сюда. То есть об этом мы будем уже более полно разговаривать, как строить свою именно портфолио, как разбираться в том, чтобы подать правильный пакет документов на выставки, и как заниматься уже реализацией, созданием, например, своей собственной выставки, и уже куда нам настраивать вот этот вектор по продажам и развитию. Я, естественно, об этом говорю очень, как сказать, поверхностно, так скажем. То есть это не значит, что незначимо, просто там большая глубина, и туда можно копать очень глубоко. Я хочу просто, чтобы вы понимали, что есть некие два типа развития. Возможно, они иногда пересекаются, но тем не менее, как правило, очень сложно художнику успевать и развивать свою там хорошую карьеру в галерее, и направляться в музей и продажи. Еще знаете, что здесь очень важно? Что если вы в институции направляете, то это часто картины как раз, это часто картины, которые для потребителя, ну вот в общем, да, выглядят как на стену не повешу. Вот, а здесь у нас на стену повешу. Ну это я прямо очень примитивно, да, примитивно, прямо оговорюсь. Но суть такая, что получается развитие такого более высокого искусства, это часто вообще не про то, чтобы повесить на стенку. Мы с вами в первой, второй, третьей лекции смотрели различные и картины, и наших художников. Я уже говорила о том, что, ну я вот княжну Тараканову, например, да, или там Боярну Морозову тоже на стену не повешу смотреть. Для меня, допустим, эмоционально сложный сюжет. Тем не менее, это исторический, очень важный сюжет. Это является великим искусством. Оно в институциях и хранится. То есть в музее. В музее это не всегда то, что мы повесим на стену, да. Мы понимаем. И вот на стену повешу это, да, это всегда про продажи. Здесь очень много бывает коммерции. Это искусство, как правило, более понятное. Но вот если мы в зависимости от того, куда мы развиваемся, то мы что-то такое. Мы можем часть работ писать вот так, часть вот так, да. Но это вот тоже начинаются компромиссы. Это действительно сложный путь художника. Я просто хочу, чтобы мы базово понимали, где, что у нас располагается. И куда мы идем. Да. Так. На этом мы потихонечку сегодня завершаем нашу лекцию. Она у нас такая была большая. И, собственно, ваше ДЗ будет просто продолжать. Так, давайте где-то у нас. То есть ДЗ у нас будет какое, да. Ну вот продолжать все то же самое. То есть описать. Оно будет дублировать, на самом деле, ДЗ третьего урока. Потому что я уверена, что к этому уроку вы еще как бы не сформулировали до конца. То есть, по сути, это сформулировать. Возьмите одну идею. Одну идею, да. Сформулировать. Одну идею. Для серии работ. Подумать. Как вы будете ее реализовывать. Ну, то есть, это какими методами, форматы, не знаю, живопись, неживопись, медиумы, саунд-арт, возможно, еще что-то там и так далее. То есть, как вы будете ее реализовывать. Возможно, да, изучить художников в этой теме. То есть, если вы до этого еще не сформулировали, то сейчас самое время. И мы с вами будем в следующем именно эту идею, ну, то есть, и по-хорошему, да, вам воплотить. Но мы сейчас с вами теоретизировано двигаемся, поэтому воплощение будет чуть медленнее. Но плохо или хорошо, или неважно, вы ее воплотите, у вас будет ваш первый проект сделанный. Его уже можно будет куда-то направлять. И мы с вами будем говорить о том, чтобы дальше, как строить CV-портфолио артистейтмент, куда направлять, это все будет на вот этой базе. Куда его направлять, и, соответственно, возможно, готовиться там к персональной выставке, небольшой, пусть это будет небольшая, и какие юридические моменты важны при продаже. Это будут следующие три урока. То есть, но вот без что создавать, да, вот без вот этого, мы никуда не двинемся. Замечательная информация. Благодарю Анастасии, как всегда, щедро. Спасибо. Так, пишите сейчас вопросы, я как раз готова на них ответить. Я сейчас посмотрю, возможно, уже какие-то вопросы были. Как говорил один знакомый художник, писать надо три варианта работы для себя на продажу для выставки. Каждый находит свой способ реализации. Кто-то пишет так, чтобы это было сразу и для себя. Да, ну вот, по крайней мере, мои работы сейчас пока я считаю такими. Опять же, я их люблю. Знаю, что улучшить, и обязательно улучшу в будущем. Но мне, допустим, очень сложно писать три варианта работ. Я стараюсь как бы так сделать, чтобы это нравилось мне, вот, и как бы нравилось зрителю. А для этого я ищу того зрителя, кому это нравится. Не пытаюсь впихнуть свое творчество всем. Вот. У меня, как бы, даже не всем может быть близким. Моим нравится мое творчество. Это тоже нормально. Вот. Я ищу аудиторию, для кого, кому откликаются мои мысли. Ну, условно. Поэтому это, это вот, это вот важно. А то мы ходим и всем продаем. Полюбите меня, полюбите. И ты должен полюбить, и ты должен полюбить. Нет, никто не должен. Надо найти тех, у кого не будет вопросов. Если понимаешь, что не хватает технических средств для реализации задуманного, упрощать. Нет. Идти обучаться, идти учиться. Вот, кстати, да, важный момент, который я не проговорила, но его прям важно проговорить. Вот когда вы вот здесь формулируете идею для создания работы, вы понимаете, как будете ее реализовывать. Вот. И понимаете, что у вас техники где-то не хватает, так вот и идите на мастер-классы. Идите туда, где вам объяснят, как технически это сделать. А у нас все шиворот-навыворот. То есть мы сначала такие, ничего не знаю, ни о чем не думаю, иду на мастер-классы, так вы получаете, как бы, информацию человека, который ее вот так переработал. Идите по запросу вашему. То есть как только вы такие, а, я хочу это в графике нарисовать, например, человека представляю. Ага, у меня чего нет. Знаний, как нарисовать человека, как написать в графике. Так вот я иду по этому направлению. То есть я иду туда целенаправленно на нужный мастер-класс. А иначе получается такое, а я не знаю, что я хочу, поэтому я беру все. Ну и получается куча потраченных средств. Не понимание, куда мне идти, что мне с этим делать. Кусочные знания. Ну и неудовлетворенность с собой. В общем, вот этот весь пакет, как бы, добро пожаловать. То есть обучение очень важно. Но обучение важно. Вот смотрите, это как после школы. То есть вроде вот, мне кажется, это же очевидные вещи, но мы почему-то как будто бы во взрослом возрасте снова забываем про это и все. Ну так вот, если вы, я не знаю, вы понимаете, что вам нужно... Давайте так. Есть такая шутка, шутка, да? Ну типа образование. Сейчас будут за эту шутку, возможно, меня будут хейтить, но я надеюсь, что нужные люди меня услышат. Образование, значит, в России. У тебя тройка по математике, пятерка по географии. Ну, например. Значит, в России, значит, подтягивать... Берем репетитора по математике, да? Тройка по математике, пятерка по географии. За границей. Тройка по математике, пятерка по географии. Что делаем? Берем репетитора по географии, да? Улучшаем лучшее. И вот тут я тоже, я прям за то, чтобы улучшать лучшее, а не закрывать худшее. А у нас иначе мы подтягиваем слабые стороны, и мы в них никакие Так вы вот решите, что я хочу вот это, я хочу реализовывать Возможно, ваша реализация будет в ваших сильных сторонах И вы туда как бы будете Но если она будет не в сильных, а в каких-то моментах, которые вам не хватает Тем не менее, за счет запала, за счет вашей энергии вам хватит сил это усилить, улучшить А не просто так, ой, я, наверное, не знаю, как натюрморт рисовать, пойду натюрморт попишу Ой, я, наверное, не знаю, как деревья рисовать, может, мне это поможет И вот мы бегаем во все стороны, не знаем, что нам поможет А главный вопрос, что вы-то хотите от этого? Вы-то чего хотите? Что хотите создавать? Что вы хотите рисовать? Вот когда вы этот вопрос на него ответите себе, тогда и будет понятно, куда идти учиться Чем заниматься? В какое направление бить? Что усиливать? Вот Формат важен в теме однородной, ничего не поняла Повторите вопрос Захотелось изучать скульптуру Прекрасно! Есть очень много, даже начиная от работы с глиной, гончарного Есть целое направление в Британке, которое полугодовое, годовое, насколько я знаю, можно получить образование в этой сфере, в современном искусстве, в современной керамике В общем, способов-то много, просто чтобы разобраться в этом, надо от себя отталкиваться здесь Как раз углубляясь в идею, готовлю работу Половина домашки сделана уже прямо в точку этот сезон Супер! Очень-очень рада! Как понять, что уровень работ достойен уже продаваться, чтобы работы уже достойные, себя сложно оценить? Только выстраивать собственную оценку Только Никто вам не скажет К сожалению, без выстраивания собственной опоры на себя вообще в мире очень получается сложно То есть все время нужно, чтобы кто-то снаружи либо похвалил, либо поругал А вот представьте, у вас крутые работы А вас просто кто-то будет вам завидовать и снаружи просто ругать И вы из-за этого никогда их не продадите или не сделаете Это же ужас, это же просто, это можно жизнь сломать себе По сути, как бы очень важно понимать Я сейчас делаю, вот мантра в моей книге Я сделал на максимуме, на том уровне, на котором я сейчас умею Я знаю, как улучшить и обязательно сделаю это в следующем Это очень помогает выстроить вот эту Я не гноблю себя, я хвалю себя всегда Но при этом я знаю, как улучшить и буду к этому двигаться То есть это выстраивание стабильное Не вот я говно и я шедевр А вот тут мы все здесь, нормально, в нормальной самооценке, в серединке мы находимся И это супер важно для того, чтобы дальше отталкиваться Потому что если мы ждем все время одобрения, к сожалению, мир жесток И возможно критика будет очень плохая Возможно человек, которого вы попросите, не будет завидовать вам, увидит красивые работы Я вам честно скажу В моей жизни было так Мама в свое время меня повела к одной художнице Не буду называть имя, в детстве И показала мои работы На мой взгляд работы были потрясающе талантливыми А человек дал обратную связь, что ей не стоит Ей не стоит, то есть мне Никогда поступать и заниматься рисованием А вот я здесь Тогда мне было лет 10 Если бы я тогда послушала этого человека, меня бы здесь не было Слушайте только себя И вы можете тогда оценить, решить Вы найдете свою аудиторию Ту, которая услышит и поймет и полюбит вас, ваши работы Ну поставьте цену ту, за которую вам не жалко расстаться с этой работой Поставьте ту цену, которая будет комфортна именно для вас Подарите работу Сделайте так Но можно, честно, вот как только вы что-то создали Это уже можно куда-то реализовывать Вопрос просто куда Если вы с этой работой сразу пойдете в музей И скажете, вы должны меня взять в музей Это неадекватная самооценка Если вы с хорошей работой скажете Ой, я боюсь брать деньги Это неадекватная самооценка Вот выстраивание адекватной самооценки Это правда не ко мне Это всем по психологу Всем советую, специалиста Потому что это супер помогает в жизни ориентироваться Если бы я слушала людей, которые завидуют, пишут мне гадости регулярно Меня бы здесь не было Я бы здесь вам ничего не рассказывала Потому что, ну, просто я бы плакала в подушку Ушла бы и никогда ничего полезного и хорошего не сделала бы Ирина, я про клуб не буду здесь рассказывать Размер картины лучше одинаковый? Нет, конечно Все зависит от вашей идеи Послушайте первые три лекции И как раз вы увидите, какие разные работы Я заканчивала британку два года на дизайнеры интерьеров Там и начала больше изучать живописи, графику Вдохновляющий педагог был Вот, классно Конечно, хорошо попасть к классному, воодушевляющему преподавателю Это вообще всегда Но мне кажется, что в таких современных институциях стараются отбирать Спасибо, сегодня много пользы для себя Узнала много ответов Ну, собственно, сегодняшний урок Это сборка всего, что было в первых трех Просто надо загрузить информацию, чтобы было из чего ее собирать Поэтому обязательно, если не смотрели предыдущие То пересмотрите предыдущие и потом этот Да, да, про художницу Я серьезно, это было У меня даже, я так скажу Моя учительница Моя классная руководительница Вызывала мою маму накануне Я закончила Бауманский с красным дипломом Она вызывала Я могу эту историю популярно рассказать Мне просто как бы уже Она вызвала мою маму Перед тем, как я собиралась куда-то поступать И сказала Насте вообще Ей вообще никуда не надо Она математику не знает У нее ничего не получится Мама мне это рассказала на выпускной Когда я закончила с красным дипломом Бауманский И, ну, в тот момент мне было уже неважно Но я так посмеялась, да Надо было диплом отослать Но я никому ничего не доказывала Я просто живу свою жизнь Так что историй таких, знаете, так много Да, Ирина, будут-будут говорить Да, вам будут гадости говорить Потому что вы даете бесплатно Такой потрясающий материал Будут, конечно Я уже тут огребла за сезон Ровно такая история была со мной Мне было 12 лет И профессиональный художник Друг моих родителей Сказал, что мои рисунки И посредственные таланта Тут никакого нет Да, к сожалению Это прям супер-супер грустно Супер грустно Я очень, я очень переживаю Что мне очень жаль Что с вами такое тоже случилось Потому что на самом деле Ну, я не знаю Почему-то люди думают Что они вершители судеб К сожалению Что они боги Что они могут кому-то сказать Что тот недостойный, не заслуживает И тогда для меня Как для преподавателя Это вообще неуместно Потому что я считаю Что самое главное В трудолюбии и в желании Я видела очень многих С большими склонностями Не люблю называть талант Которые ими не пользовались И видела тех Кто усердно работал И из вот такой склонности Вот такое достал Вот и все Как бы в вашем желании Если вы чем-то горите Плюйте на всех Какая разница Двигайтесь дальше Да Ну, найти грамотного психолога Как найти хорошего зубного Вы знаете Это такой момент Ну, не с первого раза Ну, не сразу Ну, то есть Как бы А мы идем такие Ну, мне вот тут как-то Зубной за 20 тысяч рублей Простите Зуб не залечил То есть даже И стоимости нет Я рекомендую В плане психотерапии Ну, правда Это мой искренний совет Есть бесплатные службы Бесплатной помощи И они есть в Москве И там люди Заканчивающие вузы Заинтересованные И они действительно Занимаются Очень много моих знакомых Получало там Такую оперативную Важную помощь И если мне говорят Что психолог Это супер дорого Я говорю Что нет Начните с бесплатных Есть такие специальные службы И действительно Потом вы поймете Хотя бы Что вам нужно Куда вам копать И куда двигаться Ну, как с любым доктором Вы идете У вас может терапевт Будет быть плохой А следующий хороший Я думаю Это не секрет А это ничем не отличается Такой же врач Надо выбирать Когда преподавала дети Многие родители Настоятельно спрашивали Есть ли талант у ребенка И стоит ли ему заниматься рисованием Да, к сожалению К сожалению Родители хотят сразу Сто процентного ответа Забывая о том Что для всего нужно Чтобы расток рос Его нужно поливать Но все мы хотим Как будто бы гарантии Вот дайте нам Сто процентную гарантию Что я буду звездой Тогда я буду этим заниматься Никто Никто в мире Этой гарантии дать не может Как бы Все зависит от желания Самого ребенка И вообще Это такая Немножко мне кажется Странная история Когда Не слушают ребенка В этом Иногда бывает Забирают С тех занятий Которые реально Искренне нравятся Ребенку И отдают туда Где они считают Будет больше успех Но это Не Как это сказать Это Это уже Не мое здесь дело И Разбирать Просто В плане того Что Не давайте Вот этим Как бы Внешним Факторам Влиять На вашу любовь К чему-то Ирина Спасибо за комплименты Мне очень приятно Да Я У меня есть Какие-то страхи Но по сути Я очень сильно Тоже с ними Работаю Потому что Мы все Мы все люди Мы все Абсолютно Социальные Есть какие-то Сложности Мы их преодолеваем Собственно Человек может только с собой работать Он никак не может работать с окружением И вот этот вот момент Когда мы работаем с собой Когда мы понимаем Где мы Для кого мы создаем Где наши работы И все остальное То тогда мы можем Уже Себя чувствовать Увереннее Тогда и Как это Обратная связь приходит Приходит та Которая нам нужна Потому что там Ну мы говорим Туда Где есть ответ Вот Вот и все То есть если Где-то Не принимают вас Ищите То место Где принимают Не пытайтесь Убедить тех Кто не принимает К сожалению Это невозможно Хотелось бы Всегда Но нет Ну такая вот Такая вот Несправедливая Не где-то Но сложная Но такая жизнь Вот Тем не менее Вот И я хочу здесь Как раз за эти сезоны Показать Что есть эта поддержка Есть люди Которые думают Тоже В направлении Есть Какие-то сомневающиеся Вот В нашем творческом мире Вот в этих поисках Художники Каждый из них Вы сами В первых лекциях Искали Своих любимых художников Которые начинались С совершенно других работ Представляете Какая Так почитайте Почитайте Их очерки Очень у многих Есть книги И они в них делятся Тем Как они Сомневаются На этом Можно получить поддержку Но опору Выстраиваете Собственную Вы Никто Вам не скажет Где вы должны быть Сколько Денег За свою работу Можно просить И так далее Ну Не просить Наверное А просто Формулировать Да Оценивать Как свою работу Для этого Безусловно Есть институции Для этого Есть галереи Они там тоже Проводят свои Но базово Базово Начинать надо С себя Поэтому Здесь Скажу словами Героини Из фильма Пленер за пленером Из Екатеринбурга Вот Что Если Вы не полюбите Свою работу Никто ее не полюбит Все начинается С вас Вот Так что Так что вот Ну что На сегодня нет вопросов Тут уже кто-то Под закрытие Тут у нас Пришел Если нет вопросов То мы на сегодня Завершаем Такой большой эфир На два часа Тем не менее Очень значимый Очень соединяющий Все Все части Вот Спасибо вам Что смотрите Спасибо Что откликаете Спасибо Что делаете Потому что Я не проверяю Это нужно В первую очередь Для вас Но я надеюсь Что я смогу Вам эту поддержку Творческую Оказать Вот Да Спасибо Просто привет И спасибо Это очень приятно Это Этого достаточно Сердечки Огонечки Все принимается Вот Так что Я очень вас верю Потому что На самом деле Мне хочется Чтобы Счастливых Радостных Художников Было больше Если нас Будет Больше То И люди Вокруг Будут Ну Добрее Смотреть На этот мир Как мне кажется Чувствовать Больше Поверьте Чувства Не всегда Радость Как я Говорю Но чувства Они открывают Душу Они Заставляют По крайней мере О чем-то Задумываться Эмпатировать Сопереживать Сочувствовать Любить Грустить Вместе И так далее И это Да Сейчас с ними Сталкиваться Суперсложно Такой Мир Сейчас Очень Ожесточился Сложно Сталкиваться Но через Искусство Мы можем Через Искусство Мы можем Это Можем Говорить Можем Об этом Говорить И делиться Да Если Любишь Свою Работу То Тяжело С ней Расстаться Динара Я Уже Приводила Такой Пример И Еще Раз Его Приведу Знаешь Это Очень Похоже На На Сепарацию С Ребенком По сути Я люблю Свою Работу Но я Очень Хочу Чтобы Она Не Лежала В Закрытом Где-то Ящике Чтобы Она Висела И Жила Своей Жизнью Чтобы На Нее Смотрели Люди Чтобы Моя Работа Радовала Кого-то Чтобы Она Несла Своё Предназначение И Чтобы Ей Там Было Хорошо Если Я Люблю То Надо Отпустить По-настоящему А Если Вот такое Люблю Которое Не Отпускать То В Какой-то Момент Мы Превращаемся В Горлума Который Говорит Моя Прелесть И В Это Много Не Любви Подумайте Об Это Ну Всё Всем Спасибо На Этому Прекрасной Ноте Мы На Сегодня Завершаем Вдохновение Вам И Любви А Да Сердечки Ну Где Ну Были Вот Всё Всем